Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения «Дюфрейн». Мы не жертвы врага. У нас есть власть над своей жизнью. И прежде чем мы пойдем дальше, я бы хотел еще раз повторить для тех, кто нас смотрит, что мы обсуждаем что-то, что Иисус сказал брату Норвелу Хейзу. У его дочери было 42 нароста на теле, и брат Норвел молился и молился, чтобы Бог исцелил ее. И однажды, когда брат Норвел шел через свою гостиную, он вошел в облако и, войдя в него, оказался на небе. Там был Иисус, и Он сказал ему, как долго ты собираешься мириться с наростами на теле твоей дочери, давая ему понять, что эти наросты не уходили, потому что брат Норвел с этим мирился. И я подошла к этому вопросу шире, и именно это мы сейчас обсуждаем. Как долго вы собираетесь мириться с многоточием? Возможно, не с наростами на теле, но с какой-то болезнью, с недостатком финансов, с ссорами дома. Как долго вы собираетесь мириться с оскорбленным видом? Как долго вы собираетесь мириться со своей обидчивостью? Как долго вы собираетесь мириться с нехваткой денег? Как долго вы собираетесь мириться с ссорами дома? Как долго вы собираетесь мириться с ссорами в браке? Как долго вы собираетесь мириться с болью и симптомами в теле? Как долго? Как долго вы собираетесь мириться с головной болью, с больным желудком? Как долго вы собираетесь мириться с больной спиной? Как долго вы собираетесь мириться с больными суставами? Как долго? Как долго? Как долго? Кому-то нужно закричать в лицо людям, которые мирятся со всем этим. Как долго вы собираетесь мириться? Как долго? Очевидно, им самим себя не встряхнуть, чтобы перестать мириться. Расшевелите самих себя и скажите, я не буду с этим мириться. Нужно, чтобы вас самих изнутри это все достало. Я говорила нашим студентам библейской школы, по-моему, в прошлом году, что в детстве, если у вас были хорошие родители, они держали над вами кнут. Что я имею в виду? Не физические побои. Я имею в виду, что они устанавливали стандарты, дисциплинировали вас. И каждый раз, когда вы пытались пойти не в том направлении, они как бы щелкали этим кнутом. Они применяли свою власть. Они наставляли вас или дисциплинировали вас. Они исправляли вас. Вот что я имею в виду под кнутом над вашей жизнью. Но взрослее, ребенку нужно будет самому взять в руки этот кнут и предъявить требования к собственной жизни. Тюрьмы полны людей, которые не подняли кнут над собственной жизнью. Многие люди терпят неудачи, потому что они не подняли кнут над своей жизнью. Позвольте спросить, когда вы поднимете кнут с духовной точки зрения? Я больше не буду жить по плоти. Я не буду притыкаться, обижаться. Я не буду гордиться и при этом хвастаться своим смирением. Когда вы рассказываете о своем смирении, гордость сильна, как никогда. Аминь. Как долго мы собираемся мириться? Как долго мы собираемся мириться с зависимостью? Как долго мы собираемся мириться, давайте уж на чистоту, с плохими привычками? Как долго? Нам нужно расшевелить себя. Нам нужно взять кнут в собственные руки. Я вам вот что скажу. Если вы отложите кнут, его подберет дьявол. Если вы не возьмете жизнь в свои руки, это сделает дьявол. И потом вы скажете, но я же не хотел идти в этом направлении. Да, но из-за вашего молчания и бездействия, он просто потащил вас, куда ему вздумалось. И я не говорю это с целью кого-то обвинить. Я говорю о нашей позиции власти. У нас есть власть прекратить мириться. Потому что мы все мирились с чем-то, с чем не должны были мириться. В своем теле, у себя дома, в своем разуме, в финансах, в эмоциях, в чувствах. Нам нужно трезво взглянуть на себя. Если вы обидчивы, вам нужно это увидеть и разобраться с этим. Если вы очень прихотливы, если все крутится вокруг вас, если вы эгоцентричны, вы должны трезво к этому подойти. Аминь. Разберитесь с этим. Разберитесь с этим. Не ждите, чтобы неприятности заставили вас взглянуть правде в глаза. Просто выберите. Просто примите решение. Знаете что? Я хочу быть всем, кем Иисус мне предлагает быть. Я хочу быть самой лучшей версией себя. А это значит, что я перестану мириться. Гладить себя по головке, говоря, что у меня все в порядке, когда это не так. Я перестану жалеть себя. Отговорки – это жалость к себе. Аминь. Ну, слава Господу. Давайте вернемся к исцелению, потому что о нем я собиралась говорить, но пастор во мне начала касаться других сфер, так? Как долго? Как долго? Как долго? Повесьте это на холодильник. Как долго я собираюсь мириться с этим? И я не говорю о холодильнике. Я говорю о том, чтобы вы видели этот вопрос каждый день. Повесьте его на холодильник, который вы видите каждый день. Как долго? Я собираюсь мириться с этим, потому что пока я мирюсь с чем-то, оно остается в моей жизни. А вам нужно, чтобы в вашей жизни был только добрый хозяин. А Иисус – единственный добрый хозяин. Много лет назад у меня были проблемы со спиной. Мне еще и тридцати-то не было. И моих знаний об исцелении хватало лишь на то, чтобы обвинять Бога. Понимаете? Люди, обвиняющие Бога в отсутствии исцеления, знают ровно столько, чтобы вредничать. Они знают, что исцеление принадлежит им и думают, что Бог им всем обязан, а им свою часть выполнять не нужно. Все зависит лишь от Бога. Я заняла такую позицию. И я говорила Богу, я знаю, что исцеление мне принадлежит. Почему бы тебе просто не исцелить меня? Почему бы тебе просто не взять и не исцелить меня? Это было спустя месяцы ноющей боли. Ну, это слова невежества, не так ли? Почему бы тебе просто? Это перекладывание вины. Это перекладывание вины. И я помню кое-что, что Бог сказал мне. Только услышьте это правильно. Он сказал, тебе недостаточно больно. Хотел ли Бог, чтобы мне было больно? Нет. Причиняет ли Он людям боль? Нет. Он сказал, тебе недостаточно больно, потому что если бы тебе было по-настоящему больно, ты бы взяла Мое Слово и изгнала бы эту болезнь. Другими словами, если вы ничего не делаете по этому поводу, то не так уж и сильно вам этого хочется. Если вы ничего не делаете по этому поводу, и вы просто хотите, чтобы все свалилось на вас само, то не так уж и сильно вам этого хочется. Вот что Он мне сказал. Я, по сути, обвиняла Его. Почему бы тебе просто не сделать что-то? А Он сказал, ты не настолько сильно этого хочешь, даже чтобы делать то, что ты должна. Итак, почему мы с чем-то миримся? Потому что мы недостаточно сильно чего-то хотим. Поэтому давайте возьмем себя за шкирку и скажем, хватит. Хватит. Аминь. Аллилуйя. Евреи мирились с пустыней 40 лет. 40 лет. То поколение так и не захотело обетованную землю настолько, чтобы превратить свои сомнения в веру. И они не получили ее. Вы всю жизнь можете мириться с неправильным местом, неправильным планом, не той жизнью. Аминь. Но второе поколение сказала, минуточку, нам доступно что-то большее. Я хочу большего. Не свыкайтесь с тем, что у вас уже есть. Бог предлагает вам большее. Не миритесь с тем, чтобы сводить концы с концами, когда Он предлагает нам избыток. Аминь. Многие христиане ждут, чтобы Бог сделал что-то с их ситуацией. А Бог ждет, чтобы они заговорили со своими горами. Он ждет, чтобы они заговорили с тем, с чем они мирятся. Позвольте вам сказать, наша церковь была бы больше, если бы мы не говорили об этом. Серьезно, потому что многие люди не хотят личной ответственности. Но истина слова в том, что в каждом успехе, в каждой победе есть Божья роль и роль человека. Бог любит вас. Бог любит меня. Он заплатил такую цену за нас, но это не освобождает нас от нашей части. Людям было бы проще. Им бы нравилось приходить в нашу церковь, если бы мы не говорили, что в вашей победе есть и ваша роль. Нет, вам не нужно ее зарабатывать, но вам нужно применять свою веру. Применять свою веру. Потому что мы хотим видеть плоды вашей жизни. Мы хотим, чтобы в следующем году ваша жизнь была другой, чем в этом. Если вы этого не хотите, я не смогу этого сделать за вас, но я уж точно схвачу вас за шиворот и потрясу немного, говоря, «Как долго вы собираетесь мириться с этим?» Как долго? Как долго? Возможно, входя в 2020 год, вам было бы полезно составить список, с чем я не буду мириться в 2020, с чем я мирился в этом году или во все предыдущие годы, с чем я не буду мириться. Если вам не до того, чтобы делать список, значит, не так уж и сильно вы этого хотите, потому что вы не сможете над этим работать по памяти. Вам нужно иметь перед собой что-то написанное, чтобы вы могли это исполнять. Бог сказал, «Запиши видение, начертай его ясно, чтобы видящий его мог побежать с ним». Что значит побежать с ним? То есть привести его в исполнение. Если что-то важно для вас, держите это перед глазами. И прошу вас, расшевелите себя, пробудите себя, разожгите, каждый день возгревайте себя, встали с утра и возгревайте себя. Аминь. Иисус сказал брату Норвелу, что эти наросты все еще были на теле его дочери только по одной причине. Он не говорил с ними. Дайте волю своим устам о том, что Бог назвал вашим. Дайте свободу своим устам. Мне нравится что-то, что мой муж сказал много лет назад. Он сказал, «Не тратьте свое время в молчании». Говорите окружающим вас обстоятельствам, пусть это станет вашим образом жизни. Вы хотите, чтобы что-то изменилось? Так знайте, если вы будете с этим мириться, все останется как есть. Говорите горе, но не позвольте горе быть центром вашего внимания. Это очень важно. Говорите тем вещам, которые вы хотите убрать из вашей жизни, но не фокусируйтесь на них. Говорите горе, но не будьте поглощены горой. Будьте поглощены тем, кто сдвинет гору. Аминь. Сфокусируйте свое внимание на том, что Бог вам предлагает. Не фокусируйтесь на том, чего вы не хотите в своей жизни. Говорите горе, а потом поворачивайтесь к ней спиной и фокусируйтесь на Боге, на Его Слове, на том, что Он говорит. «Фокусируйтесь на том, чтобы наполнить себя Его Словом». Так эта гора сдвинется. Марка 11. Вы успели найти это место? Марка 11, с 22 стиха. Иисус, отвечая, говорит им, «Имейте веру Божью». В оригинале «Имейте веру Бога». Итак, Он сказал, «Имейте веру Божью». Чтобы иметь веру Божью, Он дал каждому верующему, согласно Римлянам 12, Он дал каждому верующему меру веры. То есть, Он всем нам дал начальную меру Его собственной веры. Он не дал нам веру откуда-то извне. Он взял Свою собственную веру и вложил в вас. Когда вы родились свыше, у вас была начальная мера веры. Мера веры, которая есть у каждого верующего. Но не у каждого верующего сейчас одинаковая мера веры. Все зависит от того, что с ней делают. Если ее подпитывают, она растет. Если о ней не заботятся, Библия даже говорит о мертвой вере. Она присутствует, но не двигается. Если что-то мертво, например, если животное умерло, вы его можете видеть. Оно все еще есть, но оно не шевелится. Вот что такое мертвая вера. Она есть, но она ничего не делает. Библия говорит о возрастающей вере. То есть, наша вера должна что-то делать. Она должна постоянно расти. Как же она может расти? Вера от слышания. Вера не приходит через молитву. Вера от слышания. А слышание от Слова Божьего. Чем больше вы слышите Слова и наполняетесь им, тем больше вера растет. Послушайте, вера приходит через слышание, но вера не высвобождается через слышание. Вера приходит через слышание, но вера высвобождается через говорение. И об этом Иисус сказал в 23 стихе. Имейте веру Божью. Как иметь веру Божью? Нужно что-то слышать. Слышать Слово, слышать Слово, слышать Слово. И у тех, кто слышит Слово, мера веры Божьей будет расти. И для тех, кто подпитывает веру Божью, читаем дальше 23 стих. «Ибо истинно говорю вам, если кто скажет, горесей, поднимись и вергнись в море, и не усомниться в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему что не скажет». Не забудьте, прежде чем говорить, убедиться, что у вас есть вера Божья. Прежде чем исполнять продолжение 23 стиха, убедитесь, что у вас работает его начало. «Питайте ту веру Божью, что в вас. Вам нужно питаться Словом. И тогда, когда вы будете говорить, вещи будут вам повиноваться». Помните, что Иисус сказал брату Норвелу, «Как долго ты собираешься мириться с наростами на теле твоей дочери». Он сказал, «Говори им, как я говорил смоковнице». Иисус говорил смоковнице, потому что у него уже была вера Божья. Если вы говорите, и ничего не меняется, значит, нужно больше веры. Это недостающее звено. Если вы говорите, и ничего не меняется, значит, для того, чему вы говорите, нужно больше веры. Уделите время, чтобы питаться Словом, прежде, чем вы начнете говорить. Ну, я знаю эти стихи о вере. Мне нравится, что сказал один проповедник. У веры очень короткий срок хранения. Вера приходит от слышания. И, как говорил мой муж, вера не приходит от когда-то услышанного. Она приходит от слышания. Слышание – это действие в настоящем времени. Слышал – это прошедшее время. Вы не можете сказать, «Я это слышал». Это не по слову, потому что вера не приходит от когда-то услышанного. Она от слышания, от того, что вы на данный момент делаете со Словом. Аминь. В 23 стихе Иисус, по сути, говорит следующее. «Говорите вещам, и они будут вам повиноваться». Задумайтесь, если бы мы верили в этот стих, послушайте, если бы мы верили в этот стих, каким вещам мы бы начали говорить? Задумайтесь, если бы мы на самом деле верили, что когда я скажу, когда я, имея в сердце веру Божью, скажу, все будет мне повиноваться, с чем бы вы начали говорить? Некоторым нужно больше утвердить этот стих в своей жизни. Когда я говорю, вещи мне повинуются. Вам нужно размышлять об этом. Вам нужно питаться этим. Когда я говорю, вещи мне повинуются. Аминь. Вот о чем в первую очередь говорит 23 стих. Иисус сказал «говорить горе». Если люди не говорят горе, они непослушны Иисусу. Не говорить тому, что стоит у вас на пути, это не слушаться Его. И никто не может получить то, что у Бога есть для Него, будучи непослушным Иисусу. Брат Норвелл рассказывал об одной женщине. Он проповедовал о вере, проповедовал об исцелении, и женщина подошла, чтобы опровергнуть его, поспорить с ним. Она сказала «мы верили Богу, и мой муж умер от рака в возрасте 41 года». Она сказала «слово не работает». Нет, нет, она сказала «то, что вы проповедуете, не работает, потому что мы делали то, что вы проповедуете». И мой муж все равно умер, и он сказал «то есть вы говорите мне, что слово не работает, потому что он сказал «я проповедую слово». То есть вы говорите, что слово не работает». Ну, нет, я этого не сказала. Он ответил «именно это вы и сказали». Вы обвиняете слово в том, что оно не работает. И тогда Дух Божий проговорил брату Норвеллу. «Я могу ответить ей, почему умер ее муж». Он никогда не говорил «горе». Он постоянно молился за исцеление, но он не говорил «горе». И брат Норвелл сказал этой женщине, «Вы когда-нибудь слышали, чтобы ваш муж разговаривал с раком и говорил ему оставить его тело? Вы когда-нибудь слышали, как ваш муж говорил, «Рак, ты не можешь жить в моем теле, убирайся из моего тела». Вот что такое говорить «горе». Она ответила «ну нет». И он сказал «Знаете ли вы, что ваш муж умер, потому что он ослушался Иисуса? Иисус сказал «говорить горе», а он не говорил. И он умер не потому, что рак был больше, а потому что он не повиновался. Люди скажут «это безжалостно». Мы пытаемся спасти жизни. Я вам скажу, что безжалостно. Рак, болезнь, безжалостно, недостаток, безжалостен. Мы пытаемся вам сказать, как не позволить неправильным вещам завладеть вашей жизнью. Говорите с вещами, скажите им, только не в моей жизни. И мне все равно, что я с тобой мирился 20 лет. Хватит. Евреи 40 лет мирились с неправильным местом, и они изменили это. Как они это изменили? Они вложили слово в свои уста. Они размышляли о нем, и потом они поступали согласно ему. Так они все изменили. Как вы все измените? Точно так же, как они. Вам нужно наполнить себя словом. Говорить с вещами. Аминь. Я не хочу, чтобы что-то неправильное победило в моей жизни по той простой причине, что я не говорила. Мы постоянно разговариваем. Тогда почему люди не говорят с вещами, которые необходимо убрать? Потому что они на самом деле не верят, что те им повинуются. Почему они в это не верят? Начало 23 стиха. Им нужно больше веры. Им нужно питать свою веру. Питать свою веру. Аминь. Слава Господу. Вспомним, что Иисус сказал папе Хегену по поводу Марка 11, 23. Слова, связанные с говорением, там упоминаются три раза, а слово «поверит» лишь один раз. Иисус сказал папе Хегену, «Основная проблема моих людей не в вере. Проблема в том, что они не говорят то, во что верят. Они ждут, чтобы Бог что-то сделал, а им нужно сказать, сказать, им нужно сказать, им нужно сказать, им нужно говорить». Иисус сказал папе Хегену, «Тебе придется рассказывать и проповедовать в три раза больше о говорении, чем о веровании, чтобы до людей это дошло». Что это значит? Горы вырастают не потому, что мы не верим, что Бог способен, а потому, что мы не говорим с этими горами. Аминь. Ну, слава Господу. Если мы говорим с ситуациями, но они не меняются, это значит, что есть примесь сомнений. Потому что Иисус сказал брату Норвелу, «Если поверишь и не будешь сомневаться». Итак, заметьте, в вашу замечательную жизнь веры дьявол пытается подбросить сомнения. Пока вы стоите на слове, пока вы говорите с вещами, он старается перевести ваш взгляд на кого-то, кто якобы спасен дольше, чем вы, молится больше, знает Бога лучше, чем вы. И дьявол указывает на его неудачи и говорит, «Видишь, у него не вышло, значит, и у тебя не выйдет». Не запустите в себя эти сомнения. Не запустите. Аминь. У нас есть власть. Когда Иисус сказал брату Норвелу, «Как долго ты собираешься мириться с наростами на теле твоей дочери». Иисус давал ему понять, у тебя есть власть над ними. Они все еще там только потому, что ты не применил свою власть. Аминь. Помните, в Матфея 16, 19 Иисус говорит, «И дам тебе ключи Царства Небесного». Он не говорит о дверном ключе. Он говорит о ключах к тому, как работают небеса. И затем Он говорит, «И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Что это значит? Если вы будете использовать свою власть, небеса вас поддержат. Некоторые вещи нужно связать, сказать им «нет, нельзя». А некоторые вещи нужно высвободить. Деньги, вы должны прийти. Исцеление, приди. И небеса вас поддержат. Почему? Потому что небеса наделили вас властью, как управляющего вашей жизнью. Аминь. В Луки 10, 19 сказано, «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью». Обратите внимание, они жалят. Змеи, скорпионы, они жалят. И Он говорит, «Я даю вам власть наступать на них». И затем добавляет, «И ничто не повредит вам». Видите ли, многие люди провозглашают, «Ничто не повредит мне». Нет, 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 нет. Сначала вы должны выполнить первую часть этого стиха. Если вы наступаете на змей и скорпионов и на всю силу вражью, то пока вы наступаете, они не могут вам повредить. Они не могут вас остановить. Они не могут поразить вас. Потому что у вас есть власть над тем, на что вы наступаете. Но если вы на них не наступаете, если вы ничего не говорите, если вы просто соглашаетесь, если вы просто оставляете все, как есть, это повредит вам. Там сказано, что именно тому, кто наступает, ничто не повредит. Это значит, что вы занимаете свое место, и вы идете вперед. Аминь. Аллилуйя. У кого-то прямо сейчас исцеляется шея. У кого-то прямо сейчас исцеляется шея. Аллилуйя. Покрутите шеи. У вас была ограниченная подвижность. Покрутите шеи. Покрутите. Аллилуйя. У какой-то женщины что-то было не так с женскими органами. Это исцеляется прямо сейчас. Прямо сейчас. Это исправляется прямо сейчас. Аллилуйя. 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 Чьи-то уши исцеляются прямо сейчас. Чьи-то уши исцеляются прямо сейчас. Просто примите это. Просто скажите, я беру это. Это мое. Это для меня прямо сейчас. Аллилуйя. Есть одна или несколько женщин с комками в груди. И, возможно, они даже доброкачественные. Но есть комки. Примите исцеление. Я говорю им засохнуть во имя Иисуса. Они засыхают во имя Иисуса. Мы благодарим тебя, Отец. Мы благодарим тебя, Отец. У кого-то таз выпрямляется. Что-то в вашем тазе было смещено. И это исправляется сейчас. Ставится на место. Примите это прямо сейчас. Просто подвигайтесь. Делайте что-то, чего не могли. Не для того, чтобы проверить, сработало ли, но как акт веры, как знак, что я это принимаю. Принимаю. Я это принимаю. Аллилуйя. Аллилуйя. У кого-то что-то в верхней части ноги прямо спереди. Не знаю, мышца или связка, растяжение или травма, но какая-то проблема прямо спереди. Это исцеляется прямо сейчас. Если это вы, просто примите это. Просто примите это. Аллилуйя. 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 Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения dufrain.